Тхагапш Восстановительные работы на дороге Лазаревская-Тхагапш продолжаются. В нескольких местах потоки грязи, камней и стволов полностью уничтожили дорожное покрытие. В самом Тхагапше на улицах еще можно увидеть валуны и стволы деревьев. Но сюда постоянно приезжают волонтеры. Они помогают местным жителям очищать сады, огороды и домовладения. Жители Тхагапши говорят, что вечером 4 июня получили СМС-сообщение со штормовым предупреждением. В ночь на 5 июня пошел сильный дождь. Через час ручей Нагыш вышел из берегов. Чтобы освободить русло ручья, сотрудникам МЧС пришлось взрывать завалы из камней и стволов. На время проведения взрывных работ жители аула эвакуировали на другую сторону реки, в Сизуапсе. Прозвучали три взрыва, и люди вернулись в свои дома. Основной удар селевого потока пришелся на улицу Ровную. Здесь селем смыло заборы и надворные постройки, уничтожило сады и огороды. В некоторых хозяйствах погибли домашние животные и скот. Дом Самира Шхалахова устоял, но камни и стволы деревьев разбили фундамент и пробили стену. Окно ушло, стенка подвинулась. То есть дом наклонился, получается, да? Деформировал. Деформировался. И пол тоже ушел. Мы генератор пошли включать, и там остались. Это во сколько все произошло? В полдесятого вечера. Как вы поняли, что чисто вообще? Здесь не загудело, но на телефон два раза пришло. Но как обычно дождь пройдет и все. А потом дождь, ливень пошел, потом грохот начался. По забору бить. Ну и свет вырубило. Мы пошли включать. Жена здесь осталась. Начался, волна пошла резкая. Мы не смогли оттуда выйти. Жена тут пыталась на чердак подняться. И вот так все случилось. И вода зашла в дом прям? Да. Там же все пробило и зашло. То есть это уровень вот такой воды был? Ну вот что, там вот сантиметров семьдесят было. В этом сарае. И как долго вот это все происходило? Ну, в шоке я не знаю, но я час-полтора, наверное. Но когда вот это все... А утром что вы вот увидели? Утром увидели все завалено. Здесь деревья были. Вот это все, что попили на это. И я же говорю, вот вы же почти вот выше окна был завал. Вот так вот между домами. И здесь все вот пройти невозможно было. Соседей спасали по этим ночью. Вы их спасали? Ну, оттуда вытаскивают. Они фонариком сигнал давали. И когда что-то спало, сыном пролезли по этим дровам и вытаскивали по завалу. А когда помощь к вам пришла? Утром только приехали. И вертолет вызывали, звонили. И все, утром только приехали и геройствовать начали. Вот и все. Ну, помогают вам, обещают вообще что-то? Какую-то компенсацию? Ну, зайдут, обещают. А там, не знаю, как, что. Ну, как вы думаете, ваш дом вообще, вот реально в нем жить? Не, ну, деформировало. Пол уже пошел вот так. Не знаю, еще если так ударит, он вообще уйдет. Как же это? Понятно. Ну, было вот у вас здесь когда-то такое же? Такое же вот наводнение? Вы на реке Нагорной живете? Было, но вода и ил заходила, но чтобы вот так вот бревна, камни, чтобы все ни слова не было. А приезжали вот представители администрации, губернатор? Губернатор приезжал, администрация приезжала и Сочинская, и наша. И с Краснодара здесь каждый день находится Чернешево. Ну, что-то вам, ну, это они-то вам сказали. Я так понимаю, что... Людей дают, все помогает. Техника есть, вот убирают. Вот это я врать не буду. Приезжают и волонтеры, и МЧС, и организации дают. И техника вот помогает. Это я врать не буду. Ну, за это все спасибо. Но вот насчет компенсации у нас люди переживают. Пока вам ничего не сказали, да, такого? Конкретно ничего нет. Житель Тхагапша Аскерт Тлив рассказал корреспонденту Кавказского узла, что его домовладения и дома трех его соседей оказались отрезанными от основного аула. Стихия снесла автомобильный мост. У Аскера Тлива было свое форелевое хозяйство, куда приезжали туристы ловить рыбу. Стихия уничтожила водоводы, насосы, котлы и бытовую технику. Смыла каменные заборы. Аскер Тлив полагает, что столь разрушительных последствий наводнения можно было бы избежать, если бы власти района своевременно отреагировали на обращения местных жителей и установили берегоукрепительные сооружения на ручье Ныгыш. Сколько лет просили, чтобы без береговых укреплений мы просто не выживем. Сейчас в последнее время какие-то катаклизмы получаются, что мы не в силах справиться, построить сами береговые укрепления не можем. Поэтому мы так и пострадали сильно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин